Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетса, где на ежедневной основе мы размещаем конкретные торговые рекомендации и общие новостные сводки по рынку, которые могут помочь вам, если вас преимущественно интересуют среднедолгосрочные сделки. Ну что ж, два важных события этой недели уже позади. Это выступление председателя Фореса Джерома Паула перед Банковским комитетом Конгресса США и данные по инфляции. В обоих случаях изначально правильным расчетом, фундаментально обоснованным, скажем так, были ставки на то, что доллар после и первого, и второго, то есть после речи Павла и после выхода отчета по инфляции должен был бы укрепиться, потому что в обоих случаях мы ожидали сигналов, подтверждений, доказательств того, что ужесточение монетарной политики это фактически то, что должно стать неизбежным. Это та реальность, в которой окажутся трейдеры в 2022 году, это то, с чем мы будем постоянно работать. И честно говоря, сейчас оборачиваясь назад и вспоминая опять же, что было сказано Паулом, я хочу вам напомнить, друзья, то, что его риторика содержала достаточное количество сигналов о том, что ФРС остается на пути нормализации денежно-кредитной политики, то есть на пути повышения процентной ставки. То есть Паул без каких-либо сомнений двухосмысленностей и двухзначностей дал понять, что держит руку на пульсе, американский регулятор остается адаптивным к текущим мировым экономическим реалиям и при необходимости готов делать все, что от него зависит, чтобы обеспечить нормальные показатели экономического роста и, может быть, еще важнее стабильность цен. Конечно же, ему были заданы каверзные вопросы относительно того, что именно он подразумевает под мерами ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы ослабить рост цен на нефть. На что Паул ответил, впрочем, правильно сделал, наверное, точно такой же позиции придерживаются и главы других центральных банков, что прежде всего расчет монетарного руководства сводится к тому, что в этом году ситуация улучшится до такой степени, что рынок спроса и предложений сам собой стабилизируется. И показатели сектора спроса нормализуются, то есть появятся какие-то органические естественные условия, чтобы ослабить индекс потребительских цен. Но при этом Паул отметил, что если рост цен потребительских цен продолжится и в случае сохранения высоких темпов инфляции ФРС не будет смотреть на все это, сложа руки, он будет готов вмешаться и задействовать радикальные меры, инструменты в том числе, друзья, и повышение процентной ставки. Это явно доказывает то, что ФРС, да и в принципе, также он об этом и отметил, что он, она отметила, федеральная земляная система, все-таки так будет правильно, что экономика США с учетом текущих темпов рост уже не нуждается в поддержке со стороны ФРС. И условия для того, чтобы политика менялась уже созданы. Почему доллар не вырос на этом фоне? Уже есть предположение, что Паул несколько разочаровал трейдеров, поскольку он не был конкретным в плане того, сколько раз и когда именно ФРС повысит процентную ставку. И также он предпочел опустить комментарий относительно того, что сейчас обсуждается решение сокращения баланса, раздутого до 9 триллионов долларов за время пандемии. Но мне кажется, это лишь попытка сейчас тех, кто в принципе не понимает то, что происходит, объяснить отсутствие правильной, фундаментально обоснованной реакции. Мне понравились комментарии на Блумберг после выступления Паула, что вся его речь это речь, которую можно характеризовать как расчетливую неопределенность. И ее точно сможет нейтрализовать рост индекса потребительских цен. Это комментарии, которые были сделаны за несколько часов до выхода отчета по инфляции. И мы, друзья, тоже ждали эту статистику, вчерашний релиз по индексу потребительских цен. Все, как и ожидалось. Индекс потребительских цен в США впервые с 1982 года улетел к 7%. Это много. Это посчитайте, в принципе, за сколько лет рекордный показатель. Базовая инфляция тоже скакнула существенно с 4,9% до 5,5%. Уже скоро, в принципе, сравняется с основным показателем инфляции, учитывая то, что базовая инфляция. Она не учитывает цены на продовольственные товары и цены на энергоносители. Высокая инфляция – это подтверждение серьезной проблемы. Ну и на этом, друзья, доллар также не вырос. Поэтому здесь, наверное, стоит сделать вывод относительно того и о том, что восстановление позиций американской валюты возможно только лишь на фоне фактических решений регулятора по какому-то ускоренному сокращению программы количественного смягчения, либо повышению процентной ставки. То есть сейчас те, кто ждал активного роста доллара, я, в принципе, в их числе, сходится во мнении, что эту восходящую динамику мы дождемся, друзья, но только лишь поближе к марту. До этих пор можно рассматривать краткосрочный потенциал сделок, краткосрочный трейдинг, который может принести свои плоды. Тем более, что мы очень часто смотрим на индексы рыночных настроений, в частности, на кайман, который часто подкидывает нам очень хорошую рекомендацию и хорошие сделки на основании расстановки сил большинства и меньшинства. Поэтому касательно доллара, друзья, у нас была пара доллар-иена, я ее, в принципе, рекомендую и дальше удерживать в длинных позициях, потому что здесь своя специфика, здесь прям совсем очевидный контраст монетарных политик с японским регулятором. И текущие котировки 114.54 – это хорошая точка входа для тех, кто не открывал ранее сделки, тем более, что прогнозы многих инвестбанков не меняются. Это 117-118 и даже повыше. А вот что касается рисковых инструментов, я рассчитывал на то, что евро и фунт все-таки окажутся под давлением. Но учитывая то, что доллар пока что не показал ту динамику, которую нам бы хотелось видеть, даже несмотря на то, что американский рынок долга, трежерис, достигли новых локальных максимумов, друзья, 1,74%, в нормальных условиях этого было достаточно, чтобы отправить доллар к локальным максимуму и притопить позиции риска. Но сейчас этого не происходит. Поэтому в отношении евро и фунта я сейчас рекомендую вам пересмотреть свои ожидания и, в частности, по евро поставить на дальнейшее восстановление. Это краткосрочная рекомендация с целями уже 1,15-1,16. Что касается золота, здесь тоже 1827. По сути, сейчас верхняя граница того коридора, за которым мы следили. Но то, что золото игнорируют сейчас все фундаментальные базовые моменты, которые, по идее, стали бы причиной, опять же, в таких же нормальных условиях для снижения, говорит нам о том, что мы должны попробовать использовать краткосрочный потенциал этого актива. В частности, Кайман сейчас указывает на то, что 82% трейдеров шортят этот инструмент. Скорее всего, пойдем выше. Поэтому по золоту новые целевые ожидания это 1840-1850. Рынок нефти шорт актуален с уровня 83,50, как мы касались этих ориентиров и вчера. Причины. Запасы бензина в США растут, плюс 7,9 миллионов за прошлую неделю. Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики с 4,1% до 3,2%. И ранее я также говорил, что ситуация полностью стабилизировалась в Казахстане и в Ливии, что уже не представляет угрозу для поставок и не создает условия для роста рынка нефти на фоне вот этих геополитических форс-мажорных рисков. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии и до скорых встреч. Всем пока.